Жительница Самары Маргарита Устинова привелась еще в апреле. В начале декабря прошла ревакцинацию. Говорит, прививки перенесла легко. Была лишь небольшая слабость. Я считаю, что будет жизнь более насыщенная. Вот я хожу в филармонию, люблю путешествовать. Как говорится, люди, которые не делают прививки, они и сами подвергают себе опасности, и окружающих. И поэтому нужно вакцинироваться обязательно. Сегодня Маргарита привела на прививку своего дядю Евгения. Он художник, активно выставляется. Поэтому без прививки просто не обойтись. От ковида как же не сделать, когда вот и так то жарко было, то холодно, то выставка, то наконец вот дозрел я. Надеюсь, теперь все хорошо. Для вакцинации Маргарита и Евгений выбрали пункт поближе к дому в торговом центре «Гудок». Он работает ежедневно с 11 до 18 часов без выходных. И попасть туда можно через отдельный вход без QR-кода. Пропускная способность пункта 120 человек за смену. Пациент вначале заполняет документы, кто он, что, какой вакцины желает привиться. И дальше мы с ним ведем опрос о его заболевании. Как говорят сейчас уже, любят все говорить, чем больнее человек, тем важнее вакцинация, потому что здоровый организм выдержит все это, а больной, пожилой человек может и не вынести. Я считаю, что важно прививаться не только сейчас, но и вообще в принципе. Санитарно-эпидемиологическое благополучие зависит от того, насколько сильна иммунная прослойка. И, как вы знаете, для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привилось не менее 80% населения. Тогда мы сможем уйти от тех ограничений, в которых мы живем сейчас, и вернуться к нормальной жизни. В прививочном пункте можно сделать сразу две прививки – от коронавируса и от гриппа. Причем одновременно в два разных плеча. Если же одну прививку, к примеру, от гриппа вы уже сделали, нужно дождаться, пока пройдет месяц, после чего делать вторую – уже от коронавируса. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Максим Магомедов, Виктория Шарая. События.